Завершился групповой этап первой в истории Лиги Наций. И чем Лига Наций не супер турнир? Многие скептически относились к этому турниру до его старта и даже после старта. Мол, команды, особенно топ-сборные, не будут серьезно относиться к данному турниру, будут играть дублем и ничего красочного увидеть не получится. На деле мы как раз увидели интересные и непредсказуемые развязки от топ-команд в Лиге А. Ни в одной группе не было 100% фаворитов и борьба шла до последней игры. А например в группе 4, где играли Англия, Испания и вице-чемпионы мира Хорваты, так и до последней секунды. Напомню, там все решилось только в последнем матче, да еще как. То Хорваты выигрывали и занимали первое место, то ничья на 78-й минуте, при которой уже испанцы занимали первое место. И гол Гарри Кейна на 85-й все перевернул и вывел Англию в финальную стадию Лиги Наций. Многие скептики утверждали, что какой не нужный никому турнир, что даже немцы вылетели в Лигу Б. Спросили бы они у Яхима Лева, да и у других футболистов, считают ли они так же. Да, для сборных, которые вылетели в дивизион ниже, ничего страшного не произошло. И отобраться на евро все равно можно через основную отборку. Но скажем, те же условные немцы уж точно не отказались бы от такой подстраховки в случае чего. А такую подстраховку будут иметь голландцы, которые как раз не смогли отобраться на последнее евро. Кстати, турнир с легкостью можно назвать голландским. Попав в очень тяжелую группу, голландцы напомнили, что футбол у них не умер, просто был в спячке. И новое поколение уже готово сменить Робена, Ван Перси и Снейдера. Можно смело утверждать, что самыми интересными получились матчи Лиги А, где сражались самые сильные, кроме Исландии. Удивила даже Швейцария, выдав супер камбэк, проигрывая 0-2, они собрались и вкатили бельгийцам целых 5 в шайб. Итак, за чемпионство в Лиге Наций продолжат борьбу победители своих групп Лиги А, а именно. Голландия, Швейцария, Португалия и Англия. Они проведут полуфиналы, матч за третье место и финал в Порту и Гимарайше. Напомним, что жеребьевка финальной стадии Лиги Наций UEFA состоится 3 декабря в Дублине. Все решающие игры назначены на 5 и 9 июня 2019 года. А вот как будут выглядеть дивизионы в следующем розыгрыше Лиги Наций. Германия с вице-чемпионами хорватами будут играть в дивизионе Б вместе с Россией, которая в последнем матче уступила 0-2 сборной Швеции. Итак, давайте подведем итоги. Кто получит хороший бонус от этого турнира? Давайте обратим внимание на победителей Лиги Д, которые разыграют одну путевку на Евро. Это Грузия, Беларусь, Косово и Македония. Согласитесь, ни одна из этих сборных через простую отборку никогда бы не прошла. А здесь все 4 имеют хороший шанс. И уже смело можно заявить, что благодаря Лиге Наций на Евро 2020 точно будет команда дебютант или пассажир. Но это уже совсем другая история. Понятно, что это отличная возможность для победителей Лиги Б и Лиги С к таким же, например, условным Финляндии и Швеции, которые спокойно могут не отобраться через основную отборку на Евро 2020. Лига Наций – это отличный сбалансированный турнир. Это отличная замена нудным товарнякам. Система дивизионов полностью оправдывает себя. Команды играют наравне. Нету, что одна команда полностью доминирует на другой. Ну, или почти нету. В Лиге Наций было сыграно 138 матчей. Забито 333 гола. То есть почти 2,5 гола за матч. Больше всех забивала и больше всех удивила команда сборной Косово, которая забила 15 голов, а пропустили всего 2. Больше всего ударов поворотом нанесла сборная Армении. Била 135 раз. А лучшим бомбардиром Лиги Наций стал Александр Митрович из Сербии. Вот такая это Лига Наций. Не чемпионат мира, но приятный турнир, в котором болельщики всех карликовых футбольных держав могут болеть по полной и в котором сильные сборные играют только сильными. До новых встреч. Болейте только футболом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова